Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Забросы судьбы». Куда только не забрасывает судьба наших соотечественников, и как приятно в далёкой, восточной стране встретить родное русское лицо. Скажите, уважаемый господин Василий, вы давно в эмиграции? Сразу после демобилизации. Увидал объявление, что требуется мужчины без вредных привычек для работы с женским коллективом за рубежом. Я рванул. Почему? Потому что... И в чём, так сказать, заключается эта работа? Ой, о чёрт твоей матери. В чём? Я говорю, в чём заключается эта работа? Ну, работа в чём заключается? Контингент женский, работа посменная. Вечером привёл, утром увёл. Подчиняюсь непосредственно товарищу султану. За ночные надбалки... И, наверное, как и в любой деятельности, есть свои какие-то проблемы. Чёрт твоей матери. Что? Я говорю, наверное, есть свои какие-то проблемы. Проблемы, конечно, потому что коллектив, я говорил, женские, что в машине благомониями. Массаж телом. Ну, тела разные. Одно и другое. Мы же всем коллективом. Ну, и сложности другие. Бывает, чтобы следить, чтобы подворчишки были, то есть эти, паранжиши, чтобы заштопанные были, чтобы не было вот этого... Бывают случаи неуставных отношений. То есть, по-нашему, бабовщина. Младшая жена стирает колготки старше. Я этого вроде у себя не позволял. Просекал. Здесь вообще пресекали на самом корню. Почему? Потому что... Господин Василий, вопрос, который я сейчас вам задам, очень беспокоит наших телезрителей и всех, кто как-то связан с нашим телевидением. Скажите, уважаемый господин Василий, как бы нам лучше обустроить Россию? Ну, я... Ну, я... Да ну что, я... Ну, так сказать, обустроить наше отечество, Россию с высоты, так сказать, вашего полета, нахождения там, так сказать, вам виднее, так сказать, ваши мысли нам интересны. Ну, я... Россия должна быть правовым государством. Солдат сказал, Рахат. Народ ответил, луком. А кто не согласен? Курдюкхана. Вы сейчас с такой болью говорили о родине. Скажите, уважаемый господин Василий, не мучает ли вас такое чувство, как ностальгия? Ну, так сказать, тоска по родным, так сказать, улицам, так сказать, скамеечкам, скверикам, вот. А мучает, конечно, мучает. Ой, колена кудрявая. Иногда годами родной речи не слышу. Нет. Он недавно тоже... Ихнего старшего евнуха. Ну, непосредственно мы его шефа защищали. Я его по-нашему научил. Так он теперь стакан махнет, к чербетам закусит. И, ну, мать перед мать. Мать перед мать. И давай бабьятаганом по двору гоняй. Гоняй. Я вас его душой оттаиваю. Кого-то на родине побывал. Да, да, господин Василий. Вы сейчас затронули струны многих журналистов-международников, находящихся далеко за пределами. Своей родины. Вот мы, журналисты-международники, тоже мать перема... Ой, Калина! Мы, журналисты-международники, тоже. Че? Ну, я, например, знаете ли, 7 лет в Нью-Йорке, 4 года в Лондоне. И вы знаете, вот ради этой, как вы поете, Калины Кудрявой... Ой, Калина! Да, Калины Кудрявой. Калины Кудрявой. Э-э-э-э-э... Ой, Калина! Вот этой Калины... Вот этой Калины... Кудрявой. Вот мы тоже, мать... Я говорю, мы ради вот этой Калины Кудрявой, журналисты-международники, готовы ехать хоть в саму Японию. И работа, работа, хоть до конца жизни там. И все-таки... И все-таки, господин Василий, я хочу задать вам очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к немаловажной сегодня проблеме, к проблеме утечки мозгов. Чего это? Э-э-э... Ну, так сказать... Утекающие мозги России... Так сказать... Э-э-э... Вот... Которые, так сказать... Убывают, утекают, что ли... Ну, есть такое, так сказать, выражение. Ну, ладно... Мой друг Лёха... Учок вместе с Алгановым. Сейчас в Сингапуре работают... Старшим говно этим... Осинезатом. Кто уже угол в этом работе? Довольный очень. Правда, конечно, не очень. Ну, о благовониях мы поговорим в наших следующих программах, господин Василий. А я хочу задать вам вопрос как бы в пику предыдущего вопроса. И я надеюсь, он заинтересует наших телезрителей. Скажите, господин Василий, не думаете ли вы, конкретно, вы, когда-нибудь, возвратиться на родную землю? Ну, об этом все наши думают. Вот вернется сейчас наш Женицын, значит, Слава Ростроповичи. Потом и я поеду, что я не буду сидеть в обраме. Я рвану сюда. Да, да, спасибо. Спасибо за интересные ответы. Я хочу отблагодарить от тебя лично на это имени наших уважаемых телезрителей пожелать вам всего самого наилучшего и быстрейшего возвращения а специально для программы заброса судьбы Кипрус Путасов. Постой, я же не шучу. Все. Минучка, Коль, стоп. А я не шучу. Минучка, Коль, стоп. Давай, сейчас будем еще один дублик сделаем. Давай. Так, давайте. Что, давай? Пошел. Включай. Стоп. Включай, елуха. Вот там где красное гонки, вот сюда. Красное войдет. Для какого телевидения? Для нашего. Чего нашего? Да, да. Я насчет утечки мозгов хочу сказать. Чего ты вылыбал? Это же для наших. Ну, что ж ты думаешь, если б я там у них в отделе кадров в гареме вот таким голосом тогда не заговорил? Что думаешь, они б меня взяли на работу? У меня же работа жуть. Я же за вредность должен получать. Я там у них, знаешь, что делаю? Я потом тебе расскажу. Значит, мы без мозгов жили и жить будем, но генофонд с нацией никому не отойдет. Субтитры сделал DimaTorzok